Дорогие друзья, утро доброе. 18 октября у нас на календаре, понедельник. В студии импровизированный, хотя почему импровизированный, самый настоящий портал Априан.ру, главный редактор портала Филипп Березин. Сегодня мы будем говорить о Кипре. У меня две очаровательные собеседницы, которые знают о Кипре все или почти все. Это Екатерина Шиманская, генеральный директор компании First Class Homes по России и СНГ. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте, Филипп. И Софья Кудряшова, юридический консультант и корпоративный администратор P.I.C. Сан-Ридис. Правильно правильно? Сан-Ридис. Сан-Ридис. Это уже. Это уже. Буква ошибся. Кипр в тренде. Многие сомневались, что так будет год назад, потому что, ну, особенно те, кто, в общем, немножко далеки от этого, от вообще вопросов эмиграции, переезда, покупки недвижимости, просто потому что услышали, что там Кипр отзывает паспорта, а если отзывает, то все плохо. Но вот сейчас прошел год с того времени, как программа гражданства на Кипре закрылась, и выяснилось, что у Кипра много других достоинств, которые никуда не делись, и которые по-прежнему вызывают интерес. Кипр, на самом деле, сегодня одна из немногих стран, где покупают и для инвестиций, и для иммиграции, и для получения ВНЖ, ну, или ПМЖ, и, может быть, гражданства. Собственно, обо всех этих аспектах мы сегодня и поговорим. В самом конце нас ждет сюрприз, сюрприз ценовой и финансовый. Екатерина, не говорите ничего о том, какой сюрприз, главное, что мы сказали, что он будет. Молчок, молчок, молчок. И перед тем, как все-таки начать вот такую пошаговую историю, не могу мне спросить, Софья, наверное, вас. Вчера прошла информация о том, что на Кипре все-таки опять отзывают какие-то паспорта. Причем, опять же, никаких имен нет, есть только цифра 35 рублей человек. Несколько слов об этом. Скажите, пожалуйста, что, собственно, все-таки сейчас на Кипре происходит, какая информация там у вас? Где эти люди? Они бегают и скидывают паспорта в урны? Что происходит сейчас? Нет, Филипп, на самом деле, после прекращения программы, такие слухи существовали с самого начала, что отзывают паспорта, люди получают отрицательные ответы. На самом деле, никто пока официального ответа от государства не получил. Ни наш офис, ни партнеры, которые тоже занимались паспортами в прошлом. До момента получения документации, где написано официально, что министерство отрицает паспорт, лучше не задумываться и просто подождать и не слышать не те ресурсы, на самом деле. Потому что мы пока ничего не получали, поэтому сейчас сложно сказать, правда это или нет, потому что официальной информации нет. Ну, я помню, что примерно год назад говорили, называлась цифра в 26 паспортов, и мы специально узнавали в конце лета, никакого отзыва фактически не случилось. То есть говорили, что 26 дел рассматриваются, ну вот они и рассматриваются. Сейчас рассматриваются не 26, а 35. Это не означает, что ничего сделано не будет, но это также не означает, что что-то сделано будет, мы пока этого просто не знаем. Это просто слухи. Это просто слухи от Министерства внутренних дел или от Совета министров Кипра никакого официального решения пока не было выдано. Хотя бы наш офис ничего не видел перед глазами, чтобы сказать, что вот начали уже отправлять отрицательные ответы. Единственный момент, который еще хочу сказать в завершении, может быть, этой части, что гражданство лишить, что кипрского, что какого угодно другого, в общем-то, очень и очень тяжело. И легальной процедуры, насколько я помню, которая определяла, как это можно сделать, ее на Кипре нет, поэтому, как нет ее, кстати, во многих странах. Нет, но на Кипре, конечно, можно получить гражданство без инвестиций, но тут нужно проживать 7 лет, и это достаточно долгий срок для большинства людей. Но сейчас, 15 октября, как раз из Министерства финансов Кипра вышли новые правила по ускоренной активации бизнеса. Я об этом и попозже поговорю, но они ввели новые критерии и дают право получить гражданство людям, которые работают на иностранных компаниях на Кипре. Поэтому Кипр всегда ищет новые инициативы для инвесторов, и, конечно, гражданство Евросоюза – это большой плюс. И поэтому они всегда будут стараться какие-то новые правила, помимо этой паспортной программы, которая существовала. Отлично. Софья, значит, мы обязательно ждем ваш рассказ, но это будет, наверное, минут через 30, пока ненадолго прерываемся. И, Екатерина, давайте говорить сейчас вот о чем. Собственно, год назад, когда, ну, не год назад, 9 месяцев назад, когда началась пандемия, когда уже 2 месяца, как было, не, не, полтора года назад, как началась пандемия, и год назад, как закончилась паспортная программа, это не могло не сказаться на рынке недвижимости Кипра. Как-то должно было сказаться. Несколько слов давайте сейчас о том, а что, собственно, происходило полтора года, и, по вашим ощущениям, что происходит сейчас? Да, все верно. Наверное, спрос на недвижимость затронул все страны, не только Кипр, я полагаю. На Кипре он также отразился. При начале пандемии, наверное, даже было чуть похуже. Сейчас этот спрос выравнивается. Так или иначе, мы наблюдаем ситуацию такую, что не всегда паспорта нужны были покупателям. И это являлось неосновной причиной выбора недвижимости на Кипре. Сейчас мы видим эти подтверждения, потому что мы продолжаем работать с нашими инвесторами, которые с удовольствием вкладывают в недвижимость для получения дохода с нашей компанией. И мы недавно, буквально в этом году, сделали несколько достаточно высокобюджетных сделок. Это участие с проектами в бюджете 15 миллионов евро. И в прошлом году также. Также у нас возрос, наверное, спрос на получение вид на жительство, на приобретение недвижимости именно в бюджете 300-500 тысяч евро от покупателей. Поэтому мы наблюдаем тенденцию, что паспорт это было не основное. И касательно пандемии, с 1 апреля въезд на Кипр открыт, поэтому все больше мы встречаем наших клиентов, туристов, которые хотят приобрести недвижимость. Ну и тем не менее, многие покупатели могли въезжать, могли приезжать, в том числе. Поэтому мы особо здесь не пострадали, я бы так сказала. Мы наблюдаем, что спрос продолжается. Окей. Я попрошу одновременно контакты Екатерины в чате опубликовать, чтобы у тех, кто захочет потом пообщаться в частном порядке, можно было все вопросы задать. Раз. Второй момент. Попрошу подключить презентацию Екатерины. Там некоторые слайды, собственно, и о компании Екатерины, и о том, что вообще сейчас представляет Кипр. Далеко не для всех, может быть, это будет сюрпризом, то есть все знают про солнце, про море, но, тем не менее, лишний раз напомнить все равно не придет. Екатерин, все-таки по вашему опыту, вы работаете ведь и на первичном, и на вторичном рынке, ваша компания работает с объектами, и квартирами, и с домами. Вот как изменился спрос, и как изменились потребности покупателей в последний год? Вот верно ли, например, то, что люди стали уезжать из городов, переезжать в собственный участок, да побольше, да еще и с балкончиком, с террасочками, или по большому счету это тоже, в общем, преувеличение? Ну, на самом деле спрос поменялся. Сейчас больше людей ищут именно виллы, виллы с участками для себя. Те, кто планирует переезд касательно обучения детей на постоянное место жительства, приобретают апартаменты, предпочитают все-таки комплекс с апартаментами, с разной инфраструктурой. Но все-таки, да, спрос на дома возрос, и мы эту тенденцию наблюдаем. Касательно нашей компании, у нас офисы расположены по всему Кипру, у нас сейчас пять офисов, в Пафосе, в Никосиево, Янадпи, в Лимассоле у нас хед-офис, и в Ларнаке. Также у нас офис в России, собственно, который я и возглавляю. Наша компания уже существует на рынке недвижимости 20 лет, и мы собрали в своем портфолио более 15 тысяч объектов только на Кипре. Поэтому у нас есть абсолютно вся недвижимость, Филипп, как вы уже упомянули, это и вторичное жилье, это и участки, и отели, и подбора проектов коммерческой недвижимости, стрит-ритейл, ритейл сюда входит. Все спектры недвижимости можем предложить. Также мы сами строим и управляем проектами. У нас уже несколько таких проектов, порядка 10 в Лимассоле, 3 в Пафосе, 2 в Янаде и в Варнаке мы также планируем. Это наши собственные инвестиционные проекты девелоперские. Здесь мы подбираем участок, полностью рассчитываем финансовую модель этого проекта и предлагаем инвестору такие проекты под ключ. Здесь можно рассчитывать на высокие доходности. Собственно, позже мы об этом проговорим, как раз эти модели. Я попрошу, сейчас отключу кадр, и попрошу все-таки вас его прокомментировать. Вы уже начали рассказывать о том, а как, собственно, изменился спрос, но ничего лучше цифр в данном случае нет. Просто если мы говорим о том, что ожидали, что получилось, и если можно конкретно по городам. Вы сказали, что у вас офисы есть в разных точках Кипра, вот по вашим ощущениям, условно говоря, там Лимассол, Пафос, Ларнака, кто выстрелил сильнее, кто наоборот, может быть, немножко просел. С точки зрения спроса и с точки зрения реальных продаж. Да, мы тогда сразу можем и нашим зрителям вебинара, и слушателям показать слайд. Кстати, презентацию можно потом будет индивидуально, наверное, разрослать, кому интересно, либо подробно, более детально обсудить. Если кому-то презентация интересна, простите, я сразу скажу, мы обязательно просто потом напишите напрямую или нам, или скорее просто Екатерина, и мы, безусловно, вышлем всю информацию, потому что не все кадры можно быстро просмотреть. Извините, что прервал, отвечайте. Да, здесь на слайде я хочу уточнить, что мы сравниваем 2020 год с 2021. Соответственно, по сравнению с 2020 годом, в 2021 году мы наблюдаем рост среди иностранных покупателей в целом. Продажи выросли на 34%. Касательно количества сделок, то в 2021 году они увеличились на 285% по сравнению с 2020 годом. То есть, как я говорила, да, действительно, 2020 год затронула пандемия, в частности, плюс отмена паспортов наложила свое участие. Ну, соответственно, таким образом. Спрос на дома у моря со стороны наших граждан действительно вырос, причем вырос достаточно сильно, это 60%. Также, если говорить по самим городам, где предпочитали приобретать, то в основном недвижимость приобретали в данном случае в Ларнаке и в Пафосе. Что касательно бюджетов, то стоимость была порядка 300 тысяч евро, как раз удовлетворяет критерии получения постоянного видного жительства на Кипре. Если говорить про дома в Пафосе, то это до 500 тысяч евро в бюджете. Но также продолжали россияне инвестировать и в Айяна-Апу с Парторасом, и в Никосию, где спрос также на студенческие апартаменты, например, доходное жилье. И, конечно, Лимассол. У нас здесь, собственно, сосредоточение интересов и самая высоколиквидная недвижимость расположена. В основном у нас в нашей компании проходили делки именно в Лимассоле. Скажите, пожалуйста, ваше ощущение, вот все-таки портрет покупателя сегодня, именно в последний год. Вот те, кто покупает, они покупают в первую очередь сохранить деньги или, может быть, немножко заработать. Или все-таки вот история, связанная с ПМЖ на Кипре, в первую очередь, интересно. Или все-таки третий вариант, когда солнце, вот это по-прежнему является главным козырем, особенно когда весь мир болеет, то хочется какое-то такое место. Все-таки первая, главная причина, как бы вы ее описали? Главная причина инвестирования на Кипр? Ну, покупки вообще и обращения к вам в компании. Да, конечно. На самом деле, может быть, она не одна, да. Это инвестиции, прежде всего, все-таки это остров, это пятое место в мире по безопасности занимает Кипр среди европейских стран. Это возможность получения постоянного вида на жительство, да, и постоянного места жительства именно переезда. То есть это может быть и дача, и обучение детей, и полностью можно перевести семью. Также на Кипре можно получать доход. Доход может быть как от аренды, от арендных ставок, так это может быть и высокорисковый доход, если мы говорим о доходности там 35-40% отложенных средств. Поэтому все эти факторы говорят в пользу Кипра, и в основном у нас обращаются клиенты либо для переезда для себя, для постоянного места жительства, приобрести некий лайфстайл уровень, либо с целью получения дохода. Ну и перед тем, как начать разговор, ну или напомнить, вернее, о том, какие программы по переезду сейчас существуют, насколько они активно, как они работают, вот еще о чем я вас хочу спросить. Насколько я знаю, вы летом на Кипре были. Насколько, ну вот окей, если бы вы не знали, что была пандемия полтора года, вы бы заметили, что что-то изменилось? Может быть закрылись какие-то там, не знаю, кафе, рестораны, может быть жизнь стала не столь активной, туристов стало меньше? Или по вашим ощущениям изменений практически нет? Да, мы часто бываем на Кипре с нашей российской командой, в том числе, конечно. Если говорить о моей последней поездке, это как раз конец лета, то все думали на самом деле, что пандемия и закрытие паспортов очень сильно ударили по Кипру, все встало, строительство встало, но на самом деле это не так. И я сама приятно удивилась тому, что по сравнению с последним разом, когда я была вот перед этой поездкой, я увидела большой прогресс в плане комплексов, которые строятся. То есть уже выросли там несколько этажей, если мы говорим о больших крупных проектах или проектах с Мариной, то полностью завершились, например, работы по Маринам, по виллам, и практически уже объекты готовы к сдаче. Достаточно быстро их построили, то есть даже не приостановили свое строительство. Это было очень приятно видеть на самом деле. Все кафе, все рестораны, все заведения работают абсолютно. Есть, конечно, меры безопасности, которые применяются из-за ковида на Кипре, но это все настолько комфортно на самом деле и для гостей, которые прилетают, для туристов, для клиентов. То есть в таких достаточно комфортных условиях все проводится, все мирно отдыхают, следуют правилам, и строительство идет полным ходом. Вот это на самом деле меня очень порадовало. Окей. Совсем забыл, все-таки еще один вопрос задам. И перед тем, как задам вопрос, хочу обратиться к нашим участникам. У нас работает чат. Если вы о чем-то хотите спросить Екатерину или Софью, пожалуйста, пишите в чат. Безусловно, ответим. Если на какие-то вопросы не успеем ответить в рамках вебинара, ответим в материале, который будет опубликован через несколько дней. Второй момент. У нас не просто сегодня вебинар. Этот вебинар начинает неделю Кипра на Прианру. Неделю Кипра, которую мы проводим совместно с компанией First Class Homes. И страницу этого проекта нашего мы тоже сейчас в чате опубликуем. Там много разной информации. И в частности, предложения, о некоторых из которых Екатерина расскажет. Екатерина, про предложения я все-таки буду спрашивать вас в конце. Но сейчас уже все-таки перед тем, как переключиться на общение с Софьей, спрошу вас вот о чем. Цены. Что изменилось? Стали, они чуть-чуть снизились, они не снизились вообще. Проще ли стало торговаться на первичке, на вторичке, учитывая, что вы работаете и с тем, и с другим рынком. Как сейчас? Нуждаются ли в деньгах застройщики? Нуждаются ли в деньгах продавцы на вторичке? Несколько слов об этом, если можно. Цены не упали на Кипре, на самом деле. Да, конечно, если приехать на объект, то можно поторговаться. Но это не афишируется. То есть нет никаких валов цен, нет никаких сверхъестественных скидок на сегодняшний момент. То есть мы понимаем, что недвижимость ликвидная, спрос восстанавливается, он полностью восстановится, то есть застройщики и собственники жилья предпочитают немного подождать, но продать по ценам, которые они изначально планировали. То есть никто не планирует менять качество, чтобы это стало дешевле. Возможно, некоторые застройщики, если у них есть такая возможность, пересматривают планировки. Но это не повсеместно абсолютно. Поэтому... Пересматривают планировки, чтобы что? Можно ли пару слов об этом, что имеется в виду? То есть пересматривают в построенных проектах? Нет, наоборот. Если, например, проект находится на стадии строительства, есть возможность пересмотреть планировки под спрос, то где-то, возможно, сейчас в условиях пандемии больше хотят, там, большую террасу, возможно, либо чтобы были балконы побольше, а внутренние помещения чуть поменьше, хотят подстроиться под спрос. Либо чтобы общая квадратура была немного меньше, и вместо, например, двух квартир продать три. Вот такое тоже возможно, если на начальном этапе, то застройщики могут пересмотреть свои планировки. Опять же, это делают не все. Опять же, это только по возможности. И стараясь подстроиться под текущее изменение спроса и предложения. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, Екатерина Шиманская, генеральный директор компании First House House по России и СНГ. Примерно через 20-25 минут мы снова с Екатериной увидимся, и она уже расскажет о тех проектах, о тех спецпредложениях, которые были подготовлены специально к этому вебинару. Екатерина, расстаемся на несколько минут буквально. И подключается к нам Софья Кудряшова, юридический консультант и корпоративный администратор компании P.I.H.T. Сангаридис. Я правильно все произнес во втором раза? Отлично. Софья, здравствуйте. И вот смотрите, вот прям, как говорится, в жилу сразу два вопроса от Оксаны и от Сергея. Да, Оксана я видела. Значит, Оксана спросила про правила получения. В результате, по сути, оба вопроса имеют отношение к текущим условиям получения ПМЖ и в конечном итоге гражданства. Давайте с этого начнем. Насколько я понимаю, презентации у нас тоже есть. Есть два типа презентации, два типа видов на жительство. И, соответственно, давайте как раз о них и поговорим. Да. На Кипре, да, существует два вида на жительство. Первая называется категория F, а вторая категория 6.2 – это ускоренная категория. Начиная с категории F, она уже достаточно старая и всегда существовала на Кипре. Для нее очень простые условия. Нужно иметь годовой доход за рубежом, за пределами Кипра, потому что этот вид на жительство не дает права на работу здесь. И нужно иметь либо договор купли-продажи, либо договор аренды недвижимости на Кипре. Здесь не существует никакие ограничения по стоимости объекта первоначально или на вторичном рынке. Это может быть собственностью заявителя, или он может арендовать просто жилье. И также нужны разные документы для заявителя, как справка о несудимости, свидетельство о рождении его детей, свидетельство о браке, чтобы включить в его заявление и его семью. Срок рассмотрения этого вида на жительство 18 месяцев, примерно. Если мы говорим о практической стороне вопроса, 18 месяцев это вот реально сейчас этот срок соблюдается, или с учетом пандемии и трудностей в работе официальных органов по факту он задерживается? С учетом пандемии немножко есть задержки, но мы получили после 18 месяцев одобрение и карточку этого вида на жительство. Поэтому 18 месяцев, 18 до 20, я бы сказала точно. Скажите, вы упомянули, что кроме заявителя еще его семья имеет право получить. Кто именно? Может, супруга и несовершеннолетние дети. Несовершеннолетние до 21? До 18. Понятно. Хорошо. Это, значит, первый. И еще разочек, вот такой момент, вы его оговорили, сказали, что стоимость объекта в этом случае не столь важна. Да, верно. Означает ли это, что вот на это даже не посмотрят? То есть, что вы купили там за полмиллиона, что вы купили за 50 тысяч объектов? Да, они не смотрят на стоимость объекта. Это не является критерией для получения вида на жительство. Главное показать, что человек живет на Кипре где-то. Окей. Да. Так, и отдельный вопрос сразу же, ну, отвечая на вопрос о второй схеме, есть ли принципиальная разница, это резиденция для граждан ЕС или для граждан третьих стран? Вторая категория, это 6.2, она ускоренная, и она так называется, потому что разница с категорией F, что карточка выдается в течение три месяца после подачи заявления. А тут есть, конечно, другие правила, потому что это более как инвестиционный ПМЖ. Тут нужно купить жилую недвижимость, которая стоит не менее 300 тысяч евро плюс НДС, НДС на Кипре 19%, или в коммерческую недвижимость инвестировать, и там можно без НДС ее купить, то есть на вторичном рынке. Тоже стоимости как минимум 300 тысяч евро. Тут еще есть ограничения по доходам, которые нужно показать. Это, видно, жительство тоже не дает права работать на Кипре, помимо позиций директора компании, через которые идет инвестиция. И доходы, которые нужно показать из-за рубежа, должны быть как минимум 30 тысяч евро на инвестора и его супругу, и его несовершеннолетних детей до 18 лет. В этот ПМЖ могут получить и взрослые дети инвестора до 27 лет, но там нужно показать, что есть доход на 5 тысяч больше на каждого ребенка. То есть плюс ребенок, плюс 5 тысяч, условно говоря. Да, да, да. Также на этот ПМЖ могут подать родители заявителя, то есть мама и папа инвестора, и там нужно предоставить дополнительный доход 8 тысяч за каждого родителя. То есть принципиальная разница второй схемы – это А, быстрее, В, расширенное применение. То есть вся семья может получить, но на другой чаше весов то, что вы все-таки должны купить объект по определенной цене, ну и по факту ваши расходы составят как минимум 360 тысяч, потому что 300 тысяч плюс 19% налог. 300 тысяч плюс 19% – это на покупку недвижимости. И есть еще критерии по доходам. Но остальные критерии, как, например, документы, которые должны податься, справка о несудинности, свидетельство о браке и о рождении, они те же самые, как и из первой категории. Вот здесь срок вы написали, на слайде было написано 2 месяца. Насколько этот срок сейчас соблюдается? Потому что эта же схема еще называется FastTrack, то есть быстрота вроде как в названии имеется. 2-3 месяца выдаются карточки. 2-3 месяца. Как можно оценить примерные расходы на оформление в том и в другом случае? То есть в любом случае нужны же там услуги юриста. Можно ли хотя бы примерно их представить? Потому что, например, когда речь заходила о гражданстве и о подаче на гражданство, там суммы были весьма и весьма приличные. Правда, там и вложить надо было 2 миллиона плюс. Ну да. Смотрите, расходы по-разному. Разные представители этих услуг взнимают разные деньги за это. Есть, конечно, услуги юриста и подготовки документов о постелировании, переводе. Само заявление, оно недорогое. Оно стоит 570 евро. На главного заявителя 70 евро на супругу и на детей, и на родителей. Но примерно штук 5, конечно, нужно хотя бы иметь на расходы этого заявления, помимо недвижимости, которая приобретается. Окей, хорошо. Как, ну опять же, поскольку все равно из мозга не выкинуть вот эту историю о том, что там отзывают паспорта, хотя по факту еще не отзывают, но никуда от этого не деться. Ситуация с отказами и ситуация с какими-то ограничениями, с дополнительными проверками по одной, по второй схеме. Как это сейчас? Насколько это серьезно? Насколько это проблематично сейчас, Никита? Смотрите, паспортная программа прекратилась. После нее идут всякие разные слухи насчет, какие будут последствия. Официальных ответов на заявления, которые были поданы до прекращения программы, мы еще не получили. Единственные лица, которые получили гражданство, это маленькие дети уже киприотов. Конечно, после этого, всей паники, которая была когда из-за программы, сейчас проверяют документы намного аккуратнее. И наше государство всегда стремится найти новые механизмы и инициативы, чтобы привлечь инвесторов. Кипр – это остров, который зависит очень сильно на туризм и на иностранных инвестиций. Поэтому всегда будут попытки что-то новое придумать. И уже с 15 октября, вот с прошлой пятницы, наш министр экономики объявил новые правила и новые критерии для механизма ускорения иностранного бизнеса на Кипре. Существовала уже программа с прошлого года, по которой они пытались привлечь иностранных компаний или стартапов, или существующих, чтобы они переехали на Кипр и через Министерство энергетики вели все процедуры для регистрации этой компании, для получения всех лицензий и для сотрудников, и для учредителей этих компаний, директоров. И теперь с 15 октября они объявили, что они еще больше хотят открыть эту политику, эту сферу и помогать еще больше. И одним из инициативов было получение, например, гражданства. На Кипре гражданство получается после 7 лет проживания на Кипре, если без инвестиций. Но теперь для тех компаний, которые приходят и используют этот ускоренный механизм активации бизнеса, есть возможность получить помимо вида на жительство, который тоже будет действовать 3 года, его можно будет обновить, если ты работаешь на эту компанию. Намного проще, чем на остальные компании, которые иностранцы должны подавать заявления. Они еще включили право для получения кипрского гражданства после 5 лет проживания и работать на Кипре. Даже есть возможность получить гражданство после 4 лет, если предоставить справку о том, что человек знает греческий язык. И они говорят, что они хотят поменять даже само правило, закон иностранцев на Кипре, чтобы именно указать конкретно эти все критерии. То, что я вам сейчас говорю, это просто с пятницы была конференция, и наш министр объявил вот эти новые... Механизм ускоренной активации бизнеса. Давайте мы сделаем, раз уж об этом зашла речь, я хотел несколько попозже об этом рассказать, но раз уж вы начали, давайте откладывать не будем. Несколько слов об этом, и потом вопрос от Киры. Кир, мы обязательно тоже на него ответим. Давайте я тогда открою этот слайд, несколько слов расскажите, а потом мы вообще поговорим немножечко об открытии бизнеса на Кипре. Так, сейчас я открою этот слайд, где-то он у нас тут был, интеллектуальная собственность. Вот он, механизм ускоренной активации. Рассказывайте в двух словах, что это такое. Да, этот новый механизм, он был объявлен в прошлом году, в октябре, и они пытаются, ну, кипрское правительство пытается привести как больше иностранных компаний, которые занимаются особенно IT, ну, с компьютерами работать, потому что на Кипре существует дефицит этих должностей, и их нету... ну, на Кипре на самом деле не существует много людей, которые имеют эти квалификации. И условия для... чтобы войти в эту программу, нужно иметь реальные офисы на Кипре, как физическое присутствие нужно иметь, офисы, в котором работают сотрудники. Также нужно, если это существующие компании, нужно показать, что у них есть оборот 500 тысяч евро в год, ну, в течение последних 3 или 5 лет. И если это новая компания, нужно предоставить какой, ну, такой бизнес-план, а как они рассчитывают иметь и какую прибыль они собираются иметь на Кипре. Через Министерство энергетики открывается портал, в котором можно зарегистрировать компанию в реестре компании, зарегистрировать ее в налоговой, получить НДС и налоговый номер, зарегистрировать ее в социальное страхование и также ее сотрудников в социальное страхование. И потом через Министерство есть тоже способы получить все необходимые лицензии, чтобы вести этот бизнес на Кипре. И также вместе с этим механизмом они объявили новую политику для получения вида на жительство. Это не постоянный вид на жительство, это основано на работе. И, как они объявили в пятницу, теперь оно будет действовать на 3 года. Получают за эти виды... Это вид на жительство можно получить людям, которые работают на эти иностранные компании. Если они получают зарплату не менее 2,5 тысячи в месяц, они зарегистрированы, естественно, в социальное страхование на Кипре и платят свои налоги на Кипре. Его можно обновить, и это вид на жительство выходит в течение пару месяцев максимум. Говорят, один месяц, но я просто живу на Кипре, и я знаю, как тут все работает. За месяц все-таки это же через ЧУР, это уж они не должны быть совсем межоскорицей. Да, но 2 месяца реальный срок, особенно потому, что это новая такая программа, и они хотят привлечь людей. Скажите, я просто уточнить хочу, вы сказали в пятницу, а не было объявлено, что она будет запущена, или она уже запущена, вот эта схема? Она уже запущена, то есть получить вид на жительство уже, работая в иностранной компании на Кипре, возможно, у нас есть клиенты такие. Просто они сейчас ее обновляют, чтобы сделать ее намного проще, и чтобы информация была доступна для всех, потому что, ну, с прошлого года не было конкретных условий, где люди могли зайти и прочитать, и понять, что им нужно делать. А теперь говорят, что до марта следующего года уже выдают конкретные инструкции и условия, чтобы, ну, публика понимала, что им нужно делать. Окей, давайте тогда вот вопрос Киры, владея апартаментами, подает на ВНЖ вариант F. Можно ли в период рассмотрения заявления, то есть вот эти 18 месяцев, продать свою недвижимость или нужно продать и купить другую? Как вот этот механизм работает? Как ты должен, вот именно в простейшей схеме, когда ты не привязан к стоимости в 300 тысяч? Смотрите, это, да, недвижимость, которая заявляется изначально, вот я, например, арендую квартиру, и я подала на категорию F, у миграционной службы будет вот эта информация. Если это договор аренды, они могут потом попросить новый договор или хотя бы какое-то подтверждение, что вы живете теперь в другом помещении. Можно продавать, можно арендовать и жить в другом месте, просто будут проверки в будущем, и нужно быть готовым показать, что нет, я, может быть, не живу в этом доме, но живу вот в этой квартире сейчас. То есть, отвечая на вопрос Киры, да, можно продавать свою недвижимость, но нужно иметь все равно какой-то адрес на Кибре, точку, где ты ждешь? Да, можно продавать и приобрести новую, в которой можно жить. Окей, и тогда еще один вопрос. Вот он пришел, у нас в Фейсбуке сейчас параллельно ведется трансляция, и с Фейсбука пришел вопрос, должен ли заявитель по первой или по второй программе находиться постоянно на Кибре, бывать там и так далее? Извините, еще раз. Вот человек, который подает на ПМЖ, получает ПМЖ по той или по другой схеме, должен ли он проживать в дальнейшем на Кипре, какие у него обязательства есть? Да, по обеим категориям нужно присутствовать на Кипре хотя бы один день каждые два года. Уж постарайтесь как-нибудь. Да, да, то есть постоянно здесь жить не обязательно, но хотя бы каждые два года нужно приезжать на Кипр. Окей. Дорогие друзья, напоминаю, вы можете задавать вопросы, контакты Софьи и Екатерина, мы в чате периодически публикуем по завершении семинара по юридическим или по вопросам покупки, приобретения недвижимости, вы можете связываться с нашими экспертами, контакты мы в чате периодически публикуем. И сейчас давайте буквально несколько слов, Софья, глобально об этом, наверное, говорить сейчас не будем, но просто несколько слов о налоговой ситуации, о том, как зарегистрировать компанию на Кипре, раз уж мы заговорили о том, что есть возможность, очень многие переезжают на Кипр через регистрацию компаний. Я тоже открою, соответственно, слайд вашей презентации, несколько слов об этом. Регистрация компании на Кипре достаточно простый, простой процесс. Нужно, конечно, указать, ну, любое физлицо или даже компания-учредитель может зарегистрировать новую компанию на Кипре. Весь процесс идет через электронную подачу документа в реестр компании. Это занимает примерно неделю, максимум 10 дней, чтобы получить сертификаты компании. Нужно определить, конечно, кто будет учредитель, директора, секретарь, регистрационный офис. Регистрационный офис – это юридический офис компании, у него могут быть и помимо его другие офисы. А секретарь – это то лицо, или компания, которая ведет всю документацию компании. И директора – это те люди, которые представляют компанию, подписывают все для нее документы. А в связи с налогами у нас корпоративная ставка 12,5%. И это достаточно низкая, из самых низких в Евросоюзе. И компания считается кипрской для налоговых целей, если она управляется на Кипре, то есть если у нее один из директоров – киприот. И тогда она подходит под этот 12,5% налог. И это налог на прибыль. Налог на дивиденды, я бы хотела здесь сказать, что у нас на Кипре существуют налоги на дивиденды, но для новых налоговых резидентов Кипра он не принимается. Потому что есть такое правило, называется «non-domicile». И первое, на Кипре платится налог на дивиденды 17%, но когда ты становишься новым налоговым резидентом, есть льготный период 17 лет, по которым не платится никакой налог. Также не платятся налоги на пассивные доходы, как, например, от процента. Из-за этого «non-domicile» правило. Потому что ставки налога на физлица у нас достаточно высокие, не как корпоративный налог. Но вот существуют вот эти льготы. Об этом я как раз хотела сказать. Вот давайте несколько слов тогда о целесообразности физическому лицу становиться налоговым резидентом Кипра. Чуть-чуть подробнее, тем более, что открыть компанию – окей. В общем, никаких особых трудностей нет. Несколько слов вот об этом. У него даже слайд, наверное. Да. Налоговая резиденция для физических лиц определяется в две… Есть два правила. Первое правило, оно достаточно простое. Если ты проживаешь на Кипре 183 дней в год и не проживаешь в другой стране, и не являешься налоговым резидентом в другой стране, тогда ты автоматически платишь свои налоги на Кипре. То есть либо доходы на Кипре, либо доходы за рубежом облагаются налоговой ставке Кипра. И есть еще второе правило. Это правило 60 дней. И оно применяется лицам, которые не проживают в другой стране 183 дней в год и не являются налоговыми резидентами другой страны. И проживают на Кипре не менее 60 дней. И есть три варианта. Либо ведут бизнес на Кипре, либо работают на Кипре, или являются директорами компании в этом году, на которой дается как бы декларация, налоговая декларация. Поэтому правило 60 дней, оно очень выгодное, особенно для тех, кто не могут присутствовать на Кипре полгода, но все равно ведут какой-то здесь бизнес и хотят облагаться налогами здесь. Окей. Ну, то есть вот в чистом виде для физических лиц история с налогообложением на Кипре не слишком выгодная, но вот есть, что называется, есть нюанс. Да, людям нужно просто определиться, что именно они хотят, что им выгодно. У нас корпоративная ставка низкая, на дивиденды нету налога, это очень выгодно. Но если человек хочет работать здесь, и как физлицо получать очень высокую прибыль, здесь могут быть трудности, потому что ставки у нас высокие. А в пятницу объявили, что они рассматривают еще новый вариант, предоставить льготу на 50%, если люди получают зарплату от 55 тысяч до 100 тысяч в год. Но это пока еще не официально. Но есть слухи, что начнут еще больше налоговый льгот предоставлять и для физлицам, потому что у нас только с компаниями все работают. Окей. Ну и вот еще точнее от Оксаны возвращаемся немножко к тому, о чем мы говорили чуть раньше, про ПМЖ. Итак, при подаче ПМЖ по категории F ты можешь заключить договор на аренду, но при этом находиться на острове один день в два года. Один день в два года, условно говоря. Да, это так. Это так. Окей, окей. Так, ну давайте теперь, Софья, мы еще вернемся обязательно к общению. На базовые вещи мы ответили, рассказали. Друзья, если есть какие-то вопросы к Софье, во-первых, контакты ее в чате уже опубликованы. Если вы хотите в рамках вебинара получить ответ на какой-то вопрос, пожалуйста, задавайте его. Я сейчас, пока Софья еще с вами буквально пару минут поговорим, а я прошу дальше подключить Екатерину, а сейчас Софья тогда уже просто как бы финальный вопрос. Подытоживая, вот все-таки, опять же, поступило уточнение, спрашивают коллеги, они немножко опоздали к началу, про механизм ускоренной активации бизнеса. Еще разочек все-таки. Что произошло такого в пятницу? Да, смотрите, механизм быстрой активации бизнеса, он уже существовал с прошлого года. И в целом это... Кипр пытается привлечь компаний, особенно IT-компании, у которых есть навыки и специальности у сотрудников, в которых есть дефицит на Кипре. Компании, которые через... Извините, через Министерство энергетики можно зарегистрировать такую компанию или перевести ее на Кипр, зарегистрировать ее во все органы налоговые, в социальное страхование и получить все соответствующие лицензии. И сотрудникам и учредителям этих компаний предоставляется вид на жительство, которое длится три года. Конечно, его можно обновить. Что изменилось с пятницы? Они объявили, что сотрудникам нужно получать заработную плату 2,5 тысяч в месяц, как минимум. Нужно предоставить, что у них есть диплом и что у них есть вот эти знания, которые на Кипре существуют, дефицит. И также их семья может податься с ними на получение вида на жительство. Сопруга, например, тоже может даже и работать на Кипре. Есть пару тонкостей, которые они изменили в пятницу, но в целом речь идет о компании, которые приходят на Кипр, регистрируются на Кипре, занимаются более-менее в сфере IT, и они могут получить вид на жительство и даже и гражданство после проживания и работы на Кипре 5 лет. Итак, спасибо большое. Софья Кудряшова, юридический консультант, корпоративный администратор, PHT, Сан-Горелес. Как я выучил, волшебное и не очень простое слово. Софья, мы еще с вами обязательно подключимся. Минут через 20. Екатерина, и снова здравствуйте. Да, здравствуйте. Филипп, еще раз здравствуйте. Ну что, давайте, вы обещали сюрприз. Обещание будем выполнять. Открываю вашу презентацию. Буквально через несколько секунд и мы говорим о тех предложениях, которые от вас сейчас есть, от вашей компании. Что они собой представляют, в чем их привлекательность именно сейчас. Давайте я буду листать, а вы будете рассказывать. Эти слайды у нас уже были. Идем дальше. Вот. Что хотел бы добавить касательно недвижимости на Кипре и ее налоговых ставок. То, что, я повторюсь, да, при первой покупке можно вернуть НДС, заплатив 19%, 14%, НДС возвращается и есть возможность этот НДС скостить до 5%. При покупке первой новой недвижимости. При этом на Кипре существуют проекты редевелопмента, которые не облагаются НДС. Такие проекты тоже есть в портфолио нашей компании. Если говорить о точках притяжения на Кипре, их сейчас несколько. Мы поговорим о той, которая имеет место быть сейчас. Это открытие нового казино-курорта. Это будет крупнейший казино-курорт. Это следующий слайд, который находится в Лимассоле как раз. Боза. Да, все верно, City of Dreams. И казино активно строится и через год планирует завершение своего строительства. Это будет знаковый проект на Кипре и привлечет с собой тысячи рабочих мест, также тысячи, соответственно, туристов, которые будут посещать это долгожданное казино, наверное. В нашей компании есть уже несколько участков по соседству, где мы планируем интересные проекты, доходные в первую очередь. Здесь доходность проектов высока. Это от 35% от вложенных средств и возможности выхода из таких проектов через полтора года. Возможно получить от 35%. Мы не говорим, что это меньше, но это может быть больше. Это может быть и 40, и 45, и может быть даже до 50, соответственно. Один из таких проектов, да, это следующий слайд, это, наверное, Arch Residence. У нас есть еще один проект здесь в Казине Residence. И еще несколько мы можем обсудить с заинтересованными инвесторами. Чем ознаменателен этот проект? Во-первых, он находится рядом с крупнейшим торговым центром, My Mall. Это буквально всего километр 200 метров. Также этот проект располагается в непосредственной близости рядом с казино 600 метров и буквально в километре от ближайших пляжей. То есть у него очень интересная стратегическая локация. Таким образом, он будет генерировать доход круглый год, 24 месяца в году. Не будет никакой сезонности. Здание можно как выкупить, соответственно, полностью и далее продавать поапартаментно, таким образом возвращая свои средства. Либо инвестор может оставить блок здания себе и сдавать его выгодно в аренду, получать от этого ежегодную прибыль от аренды. Простите, еще раз уточнить. То есть вы предлагаете здесь не по квартирную продажу, а здание целиком, корпуса целиком? Да, все верно. Здесь у нас есть корпуса для продажи. Соответственно, мы можем говорить о приобретении такого корпуса полностью. Соответственно, если говорить о покупке здания полностью, то есть это где-то порядка у нас получается 22 апартамента находятся в общем здании. И если мы будем по блокам распределять, соответственно, то здесь получается 3 блока. На продаже у нас сейчас блок A и блок B. Апартаменты будут от одной до трех спален располагаться. Каждый блок у нас составляет порядка тысячи квадратных метров. То есть это небольшой такой бытиковый формат, наверное. И здесь будут апартаменты и пентхаусы также на продажу. Простите, я сразу просто еще раз коллегам и нашим зрителям скажу, что, ну, понятное дело, мы не можем прямо уж так подробно обо всем рассказать, просто исходя из того, что время нашего вебинара ограничено. Но Екатерина и коллеги, безусловно, с удовольствием расскажут о всех подробностях конкретного предложения. Я понимаю, что тут вопросы очень многие, они носят уже совсем частный характер, не для всеобщего обсуждения, поэтому контакты просто мы сейчас, думаю, опубликуем. И если заинтересует то или иное предложение, всегда милости просим. Екатерина, продолжайте. Да, если в двух словах, то блок здания состоит из 11 апартаментов и по цене 1,890,000 евро. То есть инвестору обходится приобретение такого апартамента в 2000 евро с лишним. И продавать он может его ориентировочно 3100-3200 за квадратный метр. Таким образом, рентабельность здания составит порядка 36% от вложенных средств. Выходить можно из проекта через полтора года. Почему? Мы получаем два разрешения, building permit и planning permit. Каждый из них занимает по три месяца, после чего мы начинаем продажу. То есть продажа квартир начинается на стадии off-plan, на стадии строительства. И, соответственно, если мы планируем через год продать все апартаменты, таким образом мы получаем такую прибыль. То есть сроки могут варьироваться плюс-минус. Соответственно, здесь мы рассчитываем средний сценарий, мы проводим маркетинг, ресерч, ресерч зданий вокруг и полностью просчитываем финмодель. То есть у инвестора есть понимание, сколько денег, когда он вкладывает, что и когда он получает назад. Таких проектов у нас несколько, и мы с удовольствием их представим. И, как сказал Филипп, отдельно можем переговорить с каждым заинтересованным инвестором. Простите, такой момент деликатный. Но я предполагаю, что, понятно, нас смотрят, и этот проект уже более-менее для серьезных инвесторов, но сколько бы серьезен инвестор ни был, в дальнейшем продавать самому ему не факт, что очень комфортно. Ну, то есть просто он не готов к этому купить, а потом перепродавать по апартаменту. Но какие услуги вы здесь можете оказать? Конечно, Филипп, продавать полностью мы будем. Мы и строим, мы и подбираем подрядчика, мы полностью берем в управление. Мы можем либо продать, либо далее сдать в аренду управляющей компании, либо сами будем управлять этим зданием и давать либо в краткосрочную, либо в длительную аренду. А апартаменты мебелированные сдаются? Цена включает в себя мебелировку или мебелировка отдельно? И как тогда этот вопрос решается? Цена, как правило, включает в себя полностью здание под ключ и встроенную технику. Соответственно, мягкая мебель закупается обычно покупателями, клиентами. Но это легко решается. У нас есть договора, заключенные с мебельными компаниями, которые с удовольствием с нами работают по корпоративным ценам. Окей. Поехали дальше. Листаем и смотрим следующий проект. Следующий проект я бы даже, наверное, этот я хочу оставить на десерс. На сладкое. Как говорят, в таких случаях не переключайтесь, листаем дальше. Дюван Резиденс поговорим чуть дальше. Да, потому что по нему будет спецпредложение, которое я озвучу. Касательно проекта Валана Резиденс, это как раз проект редевелопмента. И он не облагается НДС. Напомню, что НДС на ГИПР 19% составляет. Что касательно Валана Резиденс, это жилой комплекс, это апарт-комплекс, апарт-отель со всеми инфраструктурами отеля, что включает в себя территорию бассейн, спа-зоны, фитнес-центр и полную инфраструктуру отеля. Находится он буквально в 300 метрах от пляжа и располагается в туристической зоне Лима-Сола. Чем он привлекательен? Этот проект готов, и мы также, как Ярч Резиденс, распродали его по блокам. Всего он включает 3 блока, и на сегодняшний момент есть еще на продажу 2 готовых апартамента. Это треуспальневые апартаменты по цене 800 тысяч евро за каждый такой апартамент. Мы сами управляем этим зданием, этим комплексом, и мы можем сдавать в аренду. Инвестор может получать гарантированную доходность от сдачи в аренду. Мы гарантируем 5% на 3 года с правом продления. Эта доходность может быть... Почти, еще раз, гарантированная, значит, вы подписываете договор, и вне зависимости от того, как заполняется комплекс, вы выплачиваете 5%. Да, все верно, именно так. И мы уверены в качестве этого комплекса и предоставляемых услуг нашей компании. Соответственно, аренда может быть выше, она может доходить и 6-7% составлять, но 5% мы точно прогарантируем инвестору. Соответственно, эти апартаменты можно использовать как для себя, либо же сдавать их в аренду, что, собственно, тоже очень выгодно в данном случае. И учитывать, что комплекс полностью сдан, полностью готов и уже застелен арендаторами. Кто-то что-то оставил для себя, безусловно. Плюс нет НДС, что очень приятно для инвестора. У нас есть и другие предложения без НДС. Скажите, а если, ну хорошо, человек не хочет подписывать гарантированную доходность, а хочет, что называется, рискнуть или наоборот уверен в том, что зарабатывать можно в дальнейшем, и вы работаете с ним исключительно как управляющая компания, каков размер ваших услуг в данном случае будет? Если я правильно понимаю, такая схема, возможно, тоже. Вы знаете, Филипп, я думаю, что это нужно будет индивидуально с инвестором обсуждать. Теоретически это возможно? Это возможно абсолютно. Если будем сдавать в краткосрочную аренду, либо в длительную аренду, также мы можем это обсудить, безусловно. Мы так особо на этом не зарабатываем, на самом деле. Мы больше на глобальных проектах делаем акцент. А в данном случае, я думаю, можно будет переговорить и договориться. В этом же комплексе, хочу обратить ваше внимание, строится еще один блок, блок D, и его также можно приобрести как ярший резиденц. То есть полностью с нашим участием, либо мы участвуем как управляющая компания, и по апартаменту все продаем, возвращаем доход инвестору, либо инвестор оставляет за собой это здание и может его сдавать в аренду. Цена вопроса 2,8, 2 миллиона 800 тысяч евро. Я просто тогда еще уточнить хочу, здесь вряд ли кто-то сумеет подробно увидеть все нюансы. Опять же, просто порекомендую, наверное, тогда обратиться напрямую к Екатерине с тем, чтобы конкретный прайс с конкретными расчетами уже можно было получить. То есть электронная почта чуть выше Екатерины есть. Окей? Конечно. Ну и можем перейти к нашему проекту. Подождите, есть же вот еще что. У вас еще вот такой проект. Это ли вот он и есть, вы про него и сказали. Кстати, вот да, Филипп, все верно. Касательно коммерческой недвижимости, так как наша компания специализируется очень успешно на предоставлении услуг по подбору и продаже коммерческой недвижимости, которую включают в себя все спектры, и стрит-ретейл, и офисы, и, соответственно, торговые центры, то мы с удовольствием на рынке подбираем очень уникальные объекты для наших клиентов. Что касательно этого предложения, это тоже спецпредложение от нашей компании. В целом мы готовились к вебинару и выделили спецпредложение, что очень интересно. Мы с дисконтом продаем помещение в коммерческом здании, в очень красивом. Помещение достаточно просторное, большое, 410 квадратных метров общей площадью. Находится в коммерческой улице Лимассола. Очень интересное предложение. Полностью будет сдано под ключ. Только нужно будет заехать. Что здесь интересно? То, что скидка изначально в офисном помещении стоила 2 200, и сейчас мы решили предложить к вебинару тоже такой интересный дисконт – 1 700 000. Коммерческая недвижимость облагается НДС, соответственно. Абсолютно новый хаттек-офис. Так как мы уже затронули тему, что очень много компаний переезжает, которые касаются IT-стартапов, вот это было бы очень в тему – приобрести такое здание. Его можно приобрести как для себя, это помещение, так и сдавать его в аренду. Также это очень интересно. Доходность будет 5-6% годовых. Вообще, раз уж вы назвали эти цифры 5-6, как бы вы оценили хорошую доходность на Кипре? Начинает какой? Если немножко отлично от того, что вы сами застройщик, сами продаете, вот по вашим ощущениям, какая цифра сейчас на Кипре хороша? То есть если человек понимает, что столько у него есть, все, уже можно брать. Порядка 4%. От 4%. От 4% уже можно начинать, что называется, рассмотреть. И тогда следующий еще вопрос. Очень часто, ну, всегда там, а 20%, а 17%, а 15%. Начиная с какой цифры вы бы сказали, что, опс, у вас есть сомнения, что тут что-то не так? Вы имеете в виду аренду? У нас же идет какое-то предложение, да, и вам говорят там 12% или 15%. И вот у вас лично, как у профессионала возникло сомнение, какую бы цифру вы назвали? Ну, наверное, максимальная ставка, которую мы можем ожидать, это не более 8% от аренда. Это до уплаты налогов или после уже всех чистыми? Да. Да. Окей. Хорошо. Ну и перед тем, как перейти к главному сюрпризу, я все-таки задам вам еще вопрос. Вопрос. Варианты инвестиций в районе 300 тысяч. Есть ли у вас, и что это сейчас за проекты? Где они? Это, ну, то есть речь идет именно, видимо, под фаст-трак. Что вы здесь можете предложить? Ну, я, может быть, у вас в презентации сейчас этого нет, но просто несколько слов об этом. Где это, что это? Под ВНЖ у нас очень много предложений во всех городах Кипра. В основном это либо апартаменты, если мы рассматриваем лимусол в комплексе за 300 тысяч евро, можно купить 1-2 спального апартамента, например, в хорошем комплексе в целом. Возможно, он не будет так близко к морю, но он будет с инфраструктурой, можно будет сдавать в аренду, можно для себя его оставить, если это подвидное жительство. Если мы говорим о городах Пафос, Лимусола, Янапа, Пафос, Янапа, Ларнака, то здесь можно и дом рассмотреть, дом, либо таунхаус за эти деньги, даже собственной территории. Также можно будет посмотреть что-то ближе к морю. Так как у нас предложений достаточно много, то нам не составит труда подобрать недвижимость подвидное жительство на Кипре. Кстати, скажите, за последний год, вы сказали, что у вас их много, за последний год их стало больше, меньше, столько же, то есть стали ли продавцы за последний год как-то более активны, или по большому счету мало что изменилось в этом смысле? В этом плане, Филипп, наверное, их не стало слишком много, честно. У нас не так много продавцов, которые обращаются сейчас с целью продать их недвижимость. Возможно, это связано с тем, что мы уже знаем всех продавцов, поэтому в какой-то момент наблюдался, например, 2-3 года до пандемии у нас было заявок на продажу недвижимости больше, чем сейчас. От частных лиц или от компаний? Или от тех и от других? И от тех и от других. И от тех и от других. Окей. Ну что ж, теперь переходим, собственно, к проекту. Вы сами сказали, что нужно перелеснуть. Я перелеснул. И теперь вот он. Пожалуйста, рассказывайте, что это и почему вы решили оставить его совсем-совсем на сладкое. Да, потому что мы решили сделать спецпредложение по данному проекту. Наверное, поэтому мы так и решили. Главное, не забыть о нем совсем сказать. Что хочу сказать про проект Диуан. Это наш эксклюзивный объект, комплекс. Комплекс новый, свежий, модерн. И располагается рядом с морем. Так как спрос сейчас идет на недвижимость для себя, для лавстайл, для переезда с семьей, для того, чтобы обучать, перевозить своих детей. И люди для себя выбирают качественное жилье. Плюс это жилье должно располагаться в пешей доступности от моря. Этот проект находится буквально в 150 метрах от моря. И располагает всей инфраструктурой отеля. Он включает в себя и фитнес-центр, и бассейн с джакузи, и детскую площадку. В целом все услуги, которые может предоставить отель. А это ведь основные критерии, по которым спрашивают, делают запрос наши покупатели. Что еще здесь примечательно? То, что комплекс располагается в туристической зоне Агест-Тихонес в Лимассоле. Очень популярная улица, в том числе для туристов. Но достаточно уютная, тихая. То есть для семьи комфортно будет находиться. Полностью сдан комплекс будет уже в конце ноября. То есть вот-вот совсем скоро. Буквально можно заезжать. Это очень важно при выборе недвижимости. Очень часто спрашивают готовую недвижимость. И на Кипре редко остаются какие-то апартаменты, когда комплекс уже полностью готов. Возможно, это связано с пандемией, что у нас осталось еще несколько вариантов здесь. И мы их с радостью на самом деле предложим. Здесь у нас располагается 9 уровней. Сюда входит подземная парковка. Также несколько апартаментов. 1, 2, 3 на каждом этаже здания. И пентхаусы 6 этажа располагают своими садами на крыше, где располагается также джакузи. Это очень редкая такая лакшери-услуга, которую, я уверена, наши инвесторы-покупатели с удовольствием воспользуются. У нас осталось всего 5 юнитов в данном комплексе. На такой стадии, я повторюсь, обычно остается даже меньше. Но, может быть, действительно в силу пандемии мы так особо не спешили, не гнались за покупателями. Мы хотели оставить самые красивые, самые качественные апартаменты, все-таки, чтобы достойно оценили покупатели и их приобрели на самом деле. Цена в чем, собственно, спецпредложение, да, как вы нам бы сказали? Да, я расскажу. Хочется же еще красиво преподнести наш проект, который мы так очень любим. Мы с удовольствием уже продали нашим клиентам, которые являются счастливыми обладателями юнитов некоторых. Всего было 20 апартаментов. Это комплекс бутякового формата. У нас осталось сегодня 5. В чем изюминка еще этого проекта? В том, что не только то, что он удачно расположен, имеет всю инфраструктуру, и новый, и свежий, и вот-вот только он готов, он сочетает в себе очень красивые оттенки тонов и дизайна. То есть полностью будет сдан под ключ и спроектирован таким, экологически чистый проект, я бы так его называла. Ну и мы считаем, что это такой сегмент high-lux. То есть действительно покупатели будут очень довольны, живя в таких апартаментах. Также изюминка его основная – это то, что с нулевого этажа открывается вид на море. Не каждый комплекс готов этим похвастаться. Здесь будет видно не только море, но еще и горы. На Кипре также есть и горы. Изминка в место посмотреть можно, да. Да. Мы подготовили для наших слушателей сегодня спецскидку. Помимо того, что если мы проведем маркетинговый ресерч зданий вокруг, то цена в данном комплексе ниже на 30%, чем у конкурентов, сегодня для вебинара мы подготовили дополнительную скидку для наших слушателей или клиентов-покупателей в размере 7%. И она будет действительно в течение месяца после этого вебинара. Мы очень старались, Филип, чтобы такое предложение выдать. 14.08, 18 число, отмеряйте месяц. В 14.08 скидка превратится в тыкву. Так что... Да, мы будем очень рады. Время есть. Немного, но время есть. Окей, супер. Смотрите, давайте сейчас тогда поступим следующим образом. Мы уже больше часа говорим. Вопросы у нас еще, наверное, какие-то остаются. Я попрошу тогда подключить сюда к нам Софью. И тогда будем уже завершать последние вопросы. Екатерина, все равно, вопрос о прогнозах, он есть. Традиционная история, а... Традиционный ответ, да, цены будут только расти, да и так далее, и тому подобное. Все-таки... Тогда, может быть, немножко по-другому спрошу. Есть ли та недвижимость, которая сейчас находится, ну, условно говоря, под тем или иным причинам в зоне риска? Ну, не бывает, что все везде хорошо, что все везде оптимально. Вот ваши ощущения, на что сейчас стоит обратить внимание инвесторам со знаком плюс? К чему нужно присмотреться, может быть, поосторожнее, повнимательнее? Города, локации, ваш взгляд, пожалуйста. Да, наверное, отвечая на этот вопрос, некоторые комплексы попали под зону риска. Скорее всего, это высотки. Высотки. Их очень много, и, возможно, некоторые проекты пересмотрят. На месте инвесторов нужно, наверное, сосредоточиться на проектах бутикового формата, их быстрее построить, гораздо легче, конечно, и будет гораздо легче выходить из них. То, на чем специализируется наша компания, как раз вот на таких проектах Арчи, там, где здание можно купить за 2 миллиона, а не пойти в апартаменты купить за 2 миллиона на первой линии, так тоже можно сделать, конечно. Главное, чтобы все было достроено и вовремя сдано. И мы поэтому строим вовремя, то, что у нас бутиковый формат, и быстро из этого можем выйти. То есть через полтора года инвесторы уже получат свою доходность, соответственно, и качество от этого абсолютно не страдает. Мы уже давно в бизнесе, и у нас лучшие подрядчики с нами работают. Но совершенно точно мы построим быстро и выйдем из проекта тоже в условные обозначенные сроки. То есть правильно я понимаю, вот тот бизнес, о котором вы сейчас говорите, и то, что вы в основном представляли, вы строите комплексы, не высотные, а, ну, там, то, что я видел, 7 этажей, 5 этажей, 9 этажей. Вы их продаете целиком, но они уже обустроены, и дальше инвестор с помощью вашей, или если он захочет самостоятельно, уже продает его в дальнейшем почитам, или оставляет себе как просто, ну, по сути, апарт-отель. Так, все верно. Есть возможность либо перепродать этот комплекс и заработать на вложенных средствах, пока на стадии в план находился проект, и это будет как некий joint venture, то есть почувствовать себя именно в роли девелопера-застройщика и при этом заработать именно эти деньги на данном этапе, либо оставлять себе уже здание и сдавать его в аренду долгосрочную, в краткосрочную, в зависимости от управляющей компании, и от управляющей компании можем также быть и мы. Отлично. Софья, давайте тогда буквально несколько еще вопросов. Вы ответили уже, да, на вопрос, какие бизнесы имеют налоговые преференции на Кипре. Несколько слов о том, как сейчас все-таки, частично уже ответили на этот вопрос, но все равно, насколько сейчас жестко проходят проверки, вот получение ВНЖ, гражданство через несколько лет после, какие, как ведут себя сейчас официальные органы, от которых зависит получение ПМЖ, насколько клиенты готовы предоставить нужные документы и так далее? Смотрите, по документам, которые предоставляются, во-первых, сначала проверяются юристами, и наш офис всегда предупреждает, если мы чувствуем, что что-то не так. Но проверки сейчас после прекращения программы намного тщательнее, я бы сказала. Не то, что они что-то другое теперь обсматривают, все те же правила существуют по документам их автентикации, например. Но в принципе ничего особенного не изменилось. Они проверяют все документы, которые иностранные, они апостелируются, переводятся на английский или на греческий язык. Документы, которые по доходам, там намного... Есть разные опции, то есть нету какой-то определенного формата или определенного вида дохода, который нужно предоставить. Это может быть любой доход, который сопровождается документацией. Единственное, что у нас на Кипре, что единственное, не то что сложность, но где мы прямо почувствовали вот эту проверку, это с банками. У нас для открытия счета, либо для Киприота, либо для человека из Евросоюза или россиянина, достаточно трудно открыть, потому что просят документы, которые, если человек не готов предоставить, счет не открывается, деньги не принимаются. Но это единственная сложность, которую я хотя бы встретила в моей профессии после этого кризиса с паспортной программой. Но если есть документация, которая может быть любая, хотя бы что-то показать, то тогда все работает прекрасно. Это зависит от клиента. Окей. Вопрос от Оксаны. Екатерина, очевидно вам. Так какая же цена апартаментов в проекте «Диаманты»? Единственное, я не очень понял, «Диаманты» — это который «Диуан»? Это он так и называется «Диаманты» в итоге? Нет, проект называется «Диуан». Можно «Диуан» больше, лучше произносить. Стоимость апартаментов сейчас начинается от 760 тысяч евро. И есть также пентхаусы. Тоже можно рассмотреть апартаменты или пентхаусы с двумя-трими спальнями, с раздельными санузлами. Вот эти 5 апартаментов я могу с планировками, с подробным прайс-листом скинуть вам. Соответственно, это тоже история под ПМЖ, условно говоря. Конечно, ПМЖ можно оформить безусловно. Возможно, чуть здесь цена выше, потому что это проект элитного уровня. Но, тем не менее, никто не говорит, что обязательно именно за 300 тысяч покупать. У нас, как правило, приобретают чуть выше апартаментов, за 500 тысяч, до миллиона в нашей компании. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, на большую часть вопросов мы ответили. Если на какие-то частные вопросы мы ответить не успели, или вы что-то не успели спросить, мои коллеги перестают быть на вебинаре, но они никуда не уходят с планеты Земля. Поэтому контакты я попрошу еще раз опубликовать. Екатерина Шиманская, генеральный директор компании First Class Homes по России и СНГ. Все вопросы связаны и с теми объектами, о которых Екатерина рассказала сегодня, и с теми объектами, о которых она не рассказала, но которые где-то там у нее в портфеле есть. Пожалуйста, задавайте. Софья Кудряшова, юридический консультант и корпоративный администратор. Сейчас опять нервничаю. Вау, все произнес окончательно. Пожалуйста, по юридическим вопросам. Спасибо вам огромное. Напоминаю, что вместе с компанией First Class Homes сегодня, несколько часов назад, на Преандру мы начали неделю Кипра. Неделя Кипра – это специальные предложения, это акции и это интересные материалы, потому что очень много информации о Кипре, и она не всегда позитивная. И вот разобраться, все-таки отделить, что позитивно, что не позитивно, очень и очень важно. Дамы, спасибо вам огромное. Спасибо. По-моему, с пользой. До встречи. 75 минут. До встречи. И увидимся на Кипре или на страницах Преандру. Спасибо большое. До свидания. Замечательно. До свидания. Спасибо большое. Всего доброго. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»